Ежегодно брестские онкологи бросают вызов и борются за жизнь не менее 10 тысяч пациентов. Из них 7 тысяч проходят курс химиотерапии. Теперь в арсенале врачей впервые в Беларуси оборудование российского производства, которое позволяет устранить один из главных побочных эффектов такого лечения, как потери волос. Онкология – это вызов силе духа. Валентина Сидорок узнала о своем диагнозе два года назад. Плановое обследование открыло новую, непростую главу в жизни. В этой борьбе важен настрой, а зачастую именно кардинальное изменение внешности пугает и без того психологически уязвимого пациента. Я уже в течение двух лет почти видела состояние. У меня лучевая терапия была год назад. И поэтому я видела, как люди ходят в косынках. Соответственно, косыночка, а там волос нет. Валентина стала первой пациенткой, кто испытал на себе работу нового аппарата терапевтической гипотермии. Принцип работы прост. Температура внутри шлема порядка 5 градусов, а система строго следит, чтобы тело не охлаждалось ниже 32. В таких условиях луковицы волос сохраняются. Аналогично холод препятствует разрушению клеток в случае с инсультами или черепно-мозговыми травмами. Брестский онкодиспансер станет первопроходцем в применении российского оборудования в Беларуси. Его стоимость для нашей страны ниже порядка 3 миллионов рублей. Аппарат, который нам предоставляют в пользование наши коллеги из Удмуртии, не уступает абсолютно ничем в своих параметрах заграничным аналогам. Мы сможем защитить не только волосяные фолликулы от повреждающих факторов химиотерапии, но и также сохранить нервные структуры головного мозга. Новинку представили разработчики из Ижевска. За последние 10 лет ученые из Удмуртии значительно продвинулись в медицинских инженерных решениях. Это и многоразовая биопсийная система, не имеющая аналогов в России, и медицинский хирургический степлер, который используют для оперативных вмешательств. А такие же гипотермические комплексы уже вооружили два десятка медицинских центров России. Это все сделано в рамках импорта с замещения, чтобы не пользоваться дорогостоящим оборудованием коллег с Европы и с Америки. Цена у них в полтора-два раза выше, чем аппарат наш, и имеет более маленький спектр действия. Брест и Ижевск связывают отношения городов-побратимов. В областной центр прибыла делегация из онкологического центра Республики Удмуртия. Врачи обменяются опытом и создадут практический план взаимопомощи в лечении пациентов. Такие вот встречи, такие вот практики, когда есть возможность приехать и воочию увидеть проблемы, которые существуют и в городе Бресте, и в городе Ижевске, и обменяться этими проблемами, еще раз говорю, это будет полезно и для онкологов, и, конечно же, для пациентов. Брестские онкологи отправятся в Ижевск с ответным визитом, а уже в следующем году в Бресте пройдет 12-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Кристина Протасовецкая, Санислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест.